Пишет нам как-то наш любимый заказчик, приезжайте в гости. У нас тут ошибку станок выдает, заодно чай попьем. Ну чай, дело святое, надо ехать. Приехали, пациент нынче, токарный станок итальянского происхождения, да с японской душой. Это про ЧПУ Фанук. Ошибка гласит, минус 101SV External Fan Fail. Ну понятно, проблема отсылает нас к сервоусилителю, а именно к его вентиляторам. Причем внешним. И если бы ошибка была по Internal Fan, тогда бы речь шла о внутренних вентиляторах, находящихся внутри электрошкафа прямо на сервоусилителях. Крепятся такие вентиляторы на защелке, демонтируются довольно-таки легко. Обычно проблем не вызывают. Обычно не сильно загрязняются, но тоже почистим. С внешними вентиляторами, как в нашем случае, дело обстоит следующим образом. Крепятся они на радиаторы, которые находятся сзади сервоусилителей. И могут находиться как внутри электрошкафа. В таком случае сами сервоусилители крепятся на П-образные кронштейны. Так и вне электрошкафа, тогда усилители устанавливаются на стенку шкафа. Судя по ошибке, проблемным является вентилятор на усилителе, отвечающим за позиционирование револьверной инструментальной головы. Но чистить будем вообще все, по понятным причинам. Кстати, на блоке сервоусилителя тоже может отображаться ошибка в виде буквы F на семисегментном индикаторе, отсылающая к проблемам с вентилятором. Можно поиграть в змею, проползти к месту и очистить внешние вентиляторы, но это не наш метод. Поэтому будем вытаскивать блоки сервоприводов поочередно и чистить вентиляторы. Нули восстанавливать мы умеем, так что ничего страшного не произойдет. Обратите внимание, в блоках имеется ямкостной накопитель, для стекания заряда с которого требуется время. Так что пока горит индикатор напряжения, вот этот, не приступайте к демонтажу сервоусилителя. А именно не трогайте данные шины. Вентиляторы крепятся на винты, как и их разъемы, но не все разъемы имеют возможность демонтажа. Вот этот, например, упирается в металлический ободок. А этот вытащился без сопротивления. Кстати, тут имеется часть разъема, которая на защелках. Это всего лишь направляющая для проводов, снимать ее незачем. Да и скорее всего защелки сломаются. Мне так рассказывал один знакомый. В целом для очистки загрязнений хватит теплой воды и ветоши. Агрессивные средства использовать не обязательно и не советую продавать сжатым воздухом. Можно повредить сами вентиляторы. Радиаторы тоже в идеале почистить. Короче, все очистили, смонтировали на место блоки, включили, восстановили станочные нули. Все работает, а ошибок не выдает. Если очистка бы не помогла, то стоило бы проверить проводку и разъемы. И возможно пришлось все равно менять вентилятор. Так как при его неисправности, даже если он вращается при подаче питания, ошибки все равно могут возникать. Еще пишут, что может быть проблема в логической плате. Но отдельных плат для вентиляторов я в сервосилителях не находил. Если кто в курсе, подскажите. Что еще тут можно сказать? Могут быть сервоусилители и без радиатора, с мощностью пониже. А могут быть с вентиляторами с такой компоновкой. И внутри стойки, пульта управления, тоже есть вентиляторы. Иногда их также необходимо чистить. В общем-то у меня все. Можем идти пить чай. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...